После того, как они вернулись из стран зарубежья, где эти случаи были установлены, им необходимо обратиться за выдачей этого листа. В электронном виде, потому что ногами-то они никуда не могут, или как? Да, в электронном виде специально установлено правило и порядок именно в электронном виде. Значит, да, и рекомендовано, и в ближайшее время, я думаю, будет уже это в жесткой форме установлено самоизоляции, распространение и на самого лица, которое вернулось, и на членов семьи, с которыми он проживает. То есть, получается, он либо дома будет находиться, соответственно. Значит, подается в электронном виде через сайт госуслуги, установлена возможность обращения с таким заявлением за лицо, которое не зарегистрировано там. То есть, грубо говоря, вы правильно это рассчитывать, но у вас нет регистрации на госуслугах, вы можете другое лицо указать, которое будет совершать эти все заявления. Мне необходимо предложить ваше согласие о том, что вы согласны на предоставление такого заявления. Заявление подается в электронном виде, да, действительно, на сайт ФСС. И, значит, установлено, что только на субъекте три медицинских учреждения, субъекты федерации устанавливают, которые будут заниматься именно выдачей этих электронных лесков временной тросспособности. Алексей, подскажите, а вот если передает не само лицо данные на себя, да, а кто это должен сделать? Это по степени родства как-то происходит? Нет. Если, допустим, у мужа, у жены нет регистрации на госуслугах? Нет, достаточно, никакое родство здесь не устанавливается, достаточно, что в пакет документов, которые прикладываются, прикладывается и согласие самого лица, который хочет получить этот листок нетероспособности. Ну, то есть можно буквально к соседям обратиться, да, за помощью? Это здорово. Просто доступ, доступ лица, который, он просто заполняет заявление не за себя, он сам делает вход, но делает не за себя, а за лицо, которое заинтересованно получить листок этой нетероспособности. Прикладывает все документы на него, и одним из документов является согласие на подачу именно этого заявления. А оплачивается вот этот листок так же, как обычные больничные? ФСС, выплачивается все ФСС. Ну понятно, а по ставкам таким не меньше, чем обычные больничные? Все в соответствии с больничными, отдельно никакие ставки не меняются. То есть отличается только способом подачи заявления? Отличается вообще уникальностью самой ситуации. Человек обращается, который не болеет. То есть мы говорим сейчас о том человеке, который подозревается или предполагается, что он может заболеть, и он даже может в течение этого карантина в принципе не заболеть. Здесь речь идет о двух вариантах. Первый вариант, когда человек сам подает заявление. Второй, ну ровно такой же есть, когда в очной форме установлено уже медицинскими сотрудниками факт недееспособности. Но это если уже человек заболел, либо у него признаки есть. А мы говорим о том, что на это же распространяются и лица, которые могут, так скажем, в зону риска попадать. Они могут эти 14 дней побыть на вот этом карантине, получить, соответственно, денежные выплаты, да. Но фактически они, на них, например, болезнь не повлияла, никак они вообще не попали в это. Вот в этом уникальность, что не платится ни человеку, то есть не только человеку, который заболел, но и человеку, который просто находится в самоизоляции, на карантине. Речь идет об утвержденном списке стран, откуда вернулись люди и имеют право на оформление подобной выплаты. Или, в принципе, человек был в районе, к примеру, Толмачева-Шереметьева, да, прилетел из страны, которая отсутствует в этом списке, и может сесть на карантин, потому что был в зоне риска заражения. Смотрите, значит, в самом постановлении перечня никакого нет, потому что эта перечень постоянно меняется. Указана только ссылка на то, что из страны, где факты были зафиксированы. То есть не обязательно, чтобы в этой стране ограничения были на передвижение, чтобы в этой стране там заблокированы были, то есть вылет в лед или сообщения были прекращены, достаточно, чтобы там это просто было. Человек обращается с этим, и в любом случае, когда он обращается, еще его документы будут проверять, там прикладываются документы необходимые, то есть обращаем внимание на что. В заявлении указывается на фамилию, имя, отчество, своя прописка, соответственно, лица, если в отношении лиц, с которыми проживают документы, подтверждающие, что он с ними проживает, значит, прикладывается пенсионный, прикладывается, соответственно, свидетельство ФСС, значит, прикладываются сканы, паспорт заграничный, прикладывается, прикладывается та страница, где подтверждается переченье границы, если этого нету, или дополнительно к этому, соответственно, билеты, авиасообщения, и, да, вот это вот заявление, вот эти вот документы прикладываются. Это все обращается в электронном виде, со своей стороны ФСС идентифицирует этого человека, обращается сразу же к работодателю, ну или к страхователю. Одновременно для ускорения процесса вы можете сразу же номер своего заявления подать работодателю либо страхователю о том, чтобы они быстрее подготовили документы и тоже передали ФСС, все, касающиеся, соответственно, ваших трудовых отношений. После этого, значит, делаются начисления, и дальше уже процесс последующий по выплатам. Понятно. Подскажите, а где вот посмотреть этот полный список требуемых документов? Значит, непосредственно на сайте ФСС, значит, есть в свободном доступе само постановление. В постановлении непосредственно это все указано, но я по большому счету это все перечисляю, там ничего особенного нет. Это просто паспорт, заграничные факты выезда и документы. При желании, то есть информацию найти можно, да? Да. На выплату этого пособия по временной нетрудоспособности в случае карантина имеют ли право близкие человека, который только что вернулся из страны, где зафиксированы случаи заражения. То есть понимаешь, о чем я говорю, да? Человек вошел в контакт с потенциально зараженным, к примеру, родственником. Человек вернулся, ну, например, из Италии неделю назад, сел на карантин, ну и его близкие были с ним в тесном контакте. Близкие могут ли обратиться за оформлением этой выплаты, будучи тоже в зоне риска? Или только летевшие люди, да, у которых есть билеты за грамм паспорта и прочее? Люди, которые были в тесном контакте, родственники, могут на эту выплату тоже претендовать и сесть дома на 14 дней на карантин? Или как это работает? Значит, написано, что это положение, эти правила распространяются на лиц, проживающих совместно с лицом, которое туда летало. То есть, понятное дело, там весь круг всех родственников, конечно, не попадает, проживающих. Поэтому обращаю внимание, что там, по большому счету, три документа представляются. Представляется документ, вот, паспорт заграничный с вылетом, представляются билеты, и представляются документы, подтверждающие совместное проживание. То есть, если, соответственно, не знаю, допустим, родители летали, возвращаются, и там еще два ребенка, значит, подаются на всех четверых, и документы подтверждающие, что они с этими детьми вместе проживают. А каким образом можно подтвердить совместное проживание? Я думаю, начинают... В ЖЭО, наверное, да? Ну, если дети совершеннолетние, у них в паспорте прописка, потом есть листок из... Выписка, да. ...книги, выписки. Ну, то есть, это все равно нужно ногами идти в ЖЭО, получается. Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, первое, что можно сделать, это просто страницы прописки представить, потому что конкретики нету. Ну, для кого же не секрет, что у нас по прописке живет, ну... Да. ...далеко не каждый. Это правда. Мягко скажем. Если человек живет действительно не по прописке, как ему доказать факт совместного проживания? Так, он уже на каком-то основании проживает вместе. Ну, например, они снимают квартиру там. Они снимают квартиру, есть договор. Договор, да. А если без договора, что часто встречается? Нет, серьезно, это важный момент. Бывает, я вот, например, снимала квартиру не раз в своей жизни, и далеко не каждый раз у меня был договор на руках с человеком, который мне ее сдавал. Ну, смотрите, конкретного перечня нет. Написано документы, подтверждающие. Значит, любыми документами вы можете подтвердить. Надо какое-то доказательство. Первое, что вы можете подтвердить, это, например, конкретно запись в вашем паспорте. Несовершеннолетние дети в любом случае проживают вместе с вами. Вы подаете документы несовершеннолетних детей. В случае, если вы арендуете где-то, у вас должен быть договор о аренде. Я такого не сильно представляю, чтобы не было договор о аренде. Это во-вторых. И в-третьих, указываете, значит, тогда в свободной форме, что вы проживаете вместе, не знаю, там с бабушкой, у мамы проживаете. В конце концов, если у вас общение... Ну, в любом случае, как-то можно доказать. Я бы посмотрел на эту проблему с другой стороны. Вот когда нам говорят, что регистрация нужна, а мы говорим-то зачем, а вот для таких вот случаев она и нужна. Сам порядок выплаты этого пособия разительно отличается от обычного классического больничного, правильно? Да. Каким образом? В чем отличие? Ну, если мы продолжим, значит, по поводу подачи всех документов, в течение следующих суток будет оформлен больничный на 14 дней. То есть оформляется сразу на 14 дней. Установлено, что платеж осуществляется двумя способами, двумя траншами. Сначала оплачивается сразу за первые 7 дней, в течение буквально суток, с момента получения всех документов от работодателя, когда ФСС получает. Вот. А последующая уже оплата осуществляется в течение дня после окончания самого карантина. То есть если вдруг он будет продолжительным, если больше этих 400 дней пройдет, ну, соответственно, в два платежа это все осуществляется. Так получается быстрее чуть даже, чем обычные больничные? Да. Поэтому я полагаю, что в данном случае как раз эти все правила установлены не для усложнения ситуации, а наоборот, для упорщения. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то подводные камни, будут чинить препятствия гражданам. Потому что как раз формулировки достаточно общие. Подтверждение, то есть не конкретик от тех или иных документов, а подтверждение факта пересечения границы. Хороший вопрос. Не конкретные документы. Более лояльно подходить, да, к вопросу. Хороший вопрос пришел на WhatsApp. Буквально меня процитировали, потому что я об этом, Алексей, сейчас хотела спросить. Тоже доброе утро. Вопрос к вам. Если я, например, работаю в такси неофициально, и со мной произошел страховой случай, положено ли мне выплаты? Ведь мы часто ездим в аэропорт. Вот такой вопрос. И вообще про таксистов сейчас поподробнее. Значит, смотрите. Все, что касается неофициально, этого не существует. Это во-первых. Во-вторых, добровольного страхования никто не отменял. Если вы имеете договорные отношения с работодателем, сами на себя работаете, в ИПВ и так далее, и тому подобное, вы можете в добровольном порядке пойти застраховаться, и на вас будут распространяться все остальные действия. То есть все законодательные нормы, положения, правила. Это дорого вообще добровольное страхование? О каких суммах, размерах мы говорим? Нет, я страховой агент суммы, конечно, не знаю, но понятно, что это в пределах разумного, так же, как обычный гражданин, как у вас работодатель отчисления делает, так и вы будете делать отчисления. Просто если вы этого не сделали, то вы выпадаете из рамок законодательства, и вообще, в принципе, у вас медицинское страхование, пенсионный фонд, никто вас не видит, вы нигде не учитываетесь. В конце концов, вы же сами выбрали возможность работать неофициально, о чем тогда разговаривать? Все верно. Вы сами выбрали такие отношения, вы находитесь в серой зоне, вас государство не видит, соответственно, как вы можете прийти к государству и что-то у нее просить? Ну, о прилетевших, понятных, родственниках тоже. Давайте поговорим о группе Риска, которая официально не летала никуда в зону карантина, но идет в плотном контакте с прилетающими. Это сотрудники аэропорта, это таксисты, о которых мы уже сегодня успели сказать. Как у них выглядит процедура ухода на карантин? Они могут самостоятельно, просто выйдя из этой зоны Риска, принять такое решение? Или нужно обратиться куда-то, зафиксировать момент тесного контакта с группой Риска и объяснить, что вот мне положен сейчас карантин, поскольку я был действительно в тесном, очень плотном контакте? Или это не так работает? Или это вообще не работает? Нет, смотрите, значит, во-первых, никто не отменял самостоятельно уход за собой, беспокойство о своем здоровье, о жизни своей, о своих близких и так далее. То есть не нужно куда-то писать и говорить, пожалуйста, вы обеспокоитесь о себе. Если вы видите в этом риски, значит, вы самостоятельно делаете все необходимые мероприятия. Это уже не юридический вопрос, это вопрос скорее бытовой, да? Каждый беспокоится сам о себе и принимает те меры, какие может. Ну, официально человек на карантин может уйти, например, будучи таксистом и постоянно обслуживающим людей из Толмачева? Это называется как раз самоизоляция. То есть что такое в данном случае карантин? И о чем мы говорили? Мы говорили о выплатах, о выплатах социальных, то есть о выплатах пособий фонда социального страхования. Ну вот чтобы эту выплату получить, надо же официально уйти на карантин, правильно? Надо официально уйти на карантин, во-первых. Во-вторых, он должен быть застрахован. То есть он, еще раз я обращаю внимание, эти правила распространяются на людей работающих. То есть эти правила не распространяются на пенсионеров, на лиц, которые не работают или вообще не имеют никаких трудовых отношений, занимаются каким-то заработком, который государство не видит. Мы говорим только о тех, кто имеет работодателя, либо индивидуальный предприниматель, который застраховался, либо просто лицо, которое добровольное страхование привело, и лица, которые проживали с ним. Все остальные лица, которые находятся в серой зоне и ничего этого не делали, максимум, что они могут сделать, просто уйти на самоизоляцию. Но государство в данной ситуации, у государства не возникают обязанности им что-то компенсировать. Итак, еще раз повторим, вся информация, весь подробный перечень документов, которые должны будут предоставить люди, вернувшиеся из зоны риска, и люди, которые должны сейчас уйти на карантин, она на госуслугах есть или где-то на сайте ФСС? Да, и на сайте ФСС, и на госуслугах. И еще раз объясняю, это очень простой перечень. Их всего буквально три позиции. Первая позиция – это паспорт, или даже их можно объединить, можно паспорт и авиабилет, либо же это просто документ, подтверждающий пересечение границы с той страной, где этот факт зафиксированный. И факт проживания с лицами, в отношении которых тоже дополнительно это представляется. У нас вопрос о слушателе, давайте послушаем с WhatsApp. Скажите, а вот величина выплат будет производиться как больничный или как зачисляться как по рабочим дням? Какие начисления будут происходить? Как больничный считается. Как больничный. Как обычный больничный. Угу, классический. Вот такая история. Алексей Горбунов с нами сегодня был в эфире. Юрист, напомним, мы сегодня говорили о временных правилах оформления листков нетрудоспособности, о назначении, выплате, пособии в случае карантина. Если вы пропустили всю нашу беседу, не переживайте, она обязательно появится в соцсетях «Радио 54» и на личных страницах Алексея Горбунова, в группе ВКонтакте и, конечно, в Инстаграм. Всем крепкого здоровья! Желает радио 54. С Алексеем мы встретимся совсем скоро. Продолжим. Может быть, мы им небольшой спойлер. Алексей, у нас впереди две очень горячие темы, связанные с главной темой дня. О чем мы совсем скоро расскажем нашим слушателям? Я думаю, вопрос как раз трудовых отношений – это как оформить… Ну, первый вопрос – это для работодателя и для работника, как оформить дистанционную работу, удаленную работу. Ну и проблемы, которые возникают между работниками и работодателями – это простой, либо же давление со стороны работодателя, чтобы за личный, за свой счет люди уходили… В неоплачиваемые. В отпуске неоплачиваемые. И это тоже становится предметом споров, недовольств и людей беспокоит в данной ситуации. Очень много в соцсетях. Мы лично всей командой «Радио 54» видим жалоб от людей, которых действительно насильно отправляют в неоплачиваемые отпуска. Что делать с такими работодателями? Как правильно себя в таких ситуациях вести в ближайших выпусках? Первое областное радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова